Здравствуйте, мои дорогие! Вас приветствует Солнечная Индия. Меня зовут Людмила и я живу в Индии уже около 40 лет. Заходите на мой канал и вы узнаете немножко больше об Индии, какую вы не видели. Ну а чтобы мой канал развивался, поддержите меня подпиской, лайками, а также напишите ваши комментарии. Вам не трудно, а мне будет очень приятно. Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня у нас приехал друг, которого мы знаем еще с 88 года. Он приезжал здесь как специалист на завод работать, мы познакомились с ними. Потом они еще неоднократно приезжали, потом они уже перешли на частные контракты. И в последнее время они уже, наверное, лет 10, наверное, как они купили в Гуа дом и живут в Гуа. Сами они из Москвы, вернее, они сами из Отсети, но сейчас они живут в Москве. И вот этот друг приехал в командировку сегодня к нам. Вернее, сегодня приехал в командировку, мы пригласили его на ужин. Так как у меня ничего не было, я только порезала салат и все остальное заказал собрат. Я пошла быстренько погулять с Гучи перед тем, как накрывать на стол, и встретила своих соседок. Соседки собираются ко мне приходить, говорят, нам нужно еще саре перешить, мы к вам придем. А это вот напротив девушка, которой я тоже шила, они вместе приходили, я тоже ей шила Ленго Чоли из Сари. Это вот она собирается на вечеринку, и ей нужно было померить свое... Ну, Ленго, она вытащила свой наряд и показывала. А это вот индира, которой я шила розовое платье, вернее, не платье, из розового Сари, такого красивого, я пошла такой двойной ту-пис, то есть без рук. Вот видите, вот это вот, я вам показываю, и вот это, ну вот, это полностью во весь рост получается. Вот это тоже я шила ей, это была ткань такая, грязно-розового цвета. Ее зовут Индира, и вот мы отмечали десятилетие наших, вот кипи-парти нашего в ее доме, вот в этом красивом доме. Помните, я вам показывала? Ну, а этой красотке я шила из бордо, такое в клетку Сари бордо цвета. Ну, а с ней разговаривают, это вот, вот это Индиры, Деврани. Деврани, это жена мужа, ой, жена младшего брата мужа. Вот мы гуляем с этим хулиганом. Это потом, да? Вот это, ну я милю. Вот это. Субтитры сделал DimaTorzok Вот я нарезала салатик А вот Субрат заказал Хорошо в Индии Можно заказал по телефону Быстренько-быстренько И довольно-таки доступно Недовольно-таки доступная еда Посмотрите Вот это чикен Это чикен или панир Нет, это чикен Это чили чикен называется блюдо Вот это блюдо называется чили панир То есть это курица А это адыгейский сыр Вот здесь чикен лолипоп Здесь вот нам лепешки А здесь вот тоже курица Ну типа не фарша такое Перлями такая курочка Я имею ввиду не фаршем перемолана А такие Мы однажды брали Нам очень понравилось Поэтому Субрат опять Вот такое Вот это тоже из курицы блюдо Ну это как бы основное блюдо Вот как горячее Это я потом подам А сейчас вот это вот закуски Вот такие у нас закуски Сейчас я буду раскладывать быстренько И так я поставлю Вот так я поставлю Ой нет Сюда я не буду Некрасиво получается Так вот так муку Теперь будем Выкладывать второе блюдо Это панир Адыгейский сыр Вот второе блюдо И третье блюдо И третье блюдо Сейчас я вставлю ложечки Вот это чикен Чили чикен Так, ну пошли Накрывать на стол Беру Беру три тарелочки Так, опять я показываю Что у нас тут Так, у нас тут чикен чили Чикен лолипоп И адыгейский сыр И адыгейский сыр Я сделала только Салатик Так, ну а нас в гостях Я говорю Наш друг Казбек Он из Осетии Из Беслана Проживает сейчас в Москве Добрый вечер Добрый вечер Вот А знаем мы его с 88 года Когда он приехал сюда работать На Белайский металлургический комбинат Вот И потом уже много-много раз Он приезжал сюда на заводе Работал Потом он работал Как в частном От частной компании Вот А теперь они проживают С женой В Гуа Вот Ну как бы И в Гуа Мы были в гостях Ну конечно И не раз И не раз Вы были в гостях У вас Вот И вот сейчас Он приехал в командировку Мы очень рады Чему мы очень рады Разговор об этом Что как бы Приехали Как он дом был Состоянный Этот раз нормально было В этот раз Нас Слава Богу Не затопили Деньгу Ну все равно Влажность Такой Влажность Очень высокая Запах Вот Это Потому что После Монсуна После Монсуна Да А вы приехали Сколько вас не было Месяцев Ну немного Мелочи Два месяца Два месяца Мы улетели отсюда 19 июля Ну как раз Сезон дождей Ну считай Два с половиной месяца Ну да И Когда мы прилетели Третьего числа Это в октябре Да Третьего Даже четвертого Третьего Вылетели Четвертого Прилетели У вас у брата День рождения Третьего Октября Было Было Весы Весы Первого У нас же Другого считается Понимаешь У нас У них там по-индийскому Там как-то По-индийскому Другой Один есть Соня Смерть И Луна Какое время Родился Самый Календарю Да Какое время Число не годится Число Понятно Какое время Собраться Собраться Положи Горячее Пока А то Остынет Все Так Вот я подогреваю Основное Блюдо И Лепешки Мам Я их подогреваю В духовке Тогда они Более Такие Как будто Только Сделали В тандуре Северные Пошел И Все Из Наземных Одна Не работает Потому что Ну вот и все Мы отвозим Нашего друга В гостиницу Посмотрите Какое Освещение По цвету На мосту По цвету Индийского Вклада Тут тоже Муха Кожмар Почему так Муха У меня Как будто В тумане Фотографии Не знаю Где-то Они Наверное У нас В компьютере Хотела Показать Жену Нашего Гостя Нашла Только Одну Фотографию Такую Обыкновенную Фотографию Сюзанка Они Сфотографировались Это Лет Десять Назад Еще Было А еще Покажу Сейчас Моя Дочечка В Гуа Была Вот Недавно Только Несколько Дней Назад Приехала Покажу Ее Тоже Фотографии Сюзанка С Казиком От Гуа Час Лета На самолете Там и поезда И автобусы И даже Можно на Кораблике Она однажды Как рекламная Компания Бесплатно На корабле Когда открылся Этот круиз Бомбей Гуа То на первый рейс В качестве Рекламы Всяких Селебрити Актеров Актрис Каких-то Спортсменов Приглашали В общем Так она Смогла Из Бомбея В Гуа Прокатиться На Круизном Лайнере